Добрый день, добрый день, уважаемые слушатели. Пожалуйста, поставьте плюсик, что меня слышно. Тогда благодарю вас. Ну что ж, мы с вами продолжаем наши встречи, вебинары по СИМО, вопросы-ответы. То есть я напомню, что отвечаю на те вопросы, которые есть, и не отвечаю на те, которые нет. Поэтому задавайте вопросы, и мы с вами будем разбирать. Я понимаю, что, скорее всего, вы еще находитесь в начале пути, но обязательно заведите тетрадочку с вопросами, и когда вы изучаете учебные материалы, эти вопросы можно спрашивать, короче говоря, да. И обязательно пишите ответы, чтобы не получилось так, что вы вопрос задали, вроде бы в тот момент, когда он отвечался, вы поняли, все, а потом все улетело. Вот, поэтому введите такую тетрадочку, вопросы-ответы, заполняйте ее, если сами нашли, отлично. Если не нашли, то вот можно воспользоваться нашими встречами. Хорошо, спасибо большое. Итак, сегодня мы с вами вопрос рассмотрим по кривым обучения. Можно ли находить скорость обучения через, ну, когда не имеется кратной вот этим вот двоечкам, да, объемы производства. Ну, и посмотрим, что такое чувствительность. Да, для чего она нужна, как она рассчитывается в кривое обучение. Так, ну, я думаю, что где-то в час мы должны уложиться. Так, сейчас я включу рабочий стол и начнем. Так, три плюсика, что виден рабочий стол, там должна быть написана третья встреча и вот линейка. отрадочкой. Да, хорошо. Итак, наша тема сегодняшняя и вопросы кривые обучения. Кривые обучения. Напомню, что это такое. Это эмпирический эффект, то есть эффект, полученный на опыте, который показывает, что при сложных, трудоемких операциях удвоение производства, вернее, кумулятивное среднее время при удвоении производства падает на определенную величину. Так, кумулятивное среднее время при удвоении производства падает на определенную величину. Допустим, эта величина 85%. Это называется скорость обучения. Скорость обучения. Если мы выпускаем, давайте так, объем выпуска, объем выпуска, среднее, кумулятивное время, время и общее время для выпуска этого объема. Итак, допустим, у нас с вами мы выпускаем одну единицу и среднее время на ее выпуск 100 часов. Ну или 10 часов. Давайте так. 10 часов. Ну, общее время, понятно, 10 часов. Если мы выпускаем две единицы, то сколько у нас с вами будет среднее время? В печати напишите, пожалуйста. Формула. Итак, ну, понятно, да, наверное? Или не очень понятно? 10 часов умножить на 0,85. То есть, среднее время уменьшается на вот эту вот конкретную величину. То есть, 8,5 часов. И общее время 17 часов. Если у нас еще в два раза увеличим объем производства, еще в два раза увеличим объем производства, то среднее время будет 10 умножить на 0,85 в квадрате или 8,5 умножить на 0,85 и получится 7,2 умножить на 4 и общее время 28,9. Если еще мы удвоим производства 8, то среднее время у нас получится... Так, сейчас, секундочку. Другой калькулятор возьму. 10 умножить на 0,85 такое в третьей степени, да? Там 6,14 умножить на 8 получится 49,1 и 1 час. То есть, среднее время будет 0,85 в третьей степени. И 16, ну, последний раз, да? Здесь будет 10 умножить на 0,85 в четвертой степени и результат 5,2 умножить на 16 и общее время 83,5 часа. Так, плюсик, что понятно. Так, ILSU. Напишите, пожалуйста, что звук изображения есть. ILSU. Так. 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 сейчас я. Так. Так. Так, а почему в формуле идет степень? Такую берем в формуле, то есть насколько увеличиваем объем. Объем увеличиваем в два раза. При увеличении объема в два раза в среднее время падает на определенную величину. В данном случае 0,85. Понятно, да? Просто это эмпирически. Впервые это было замечено при производстве Боингов во время Второй мировой войны. Ну, а потом неоднократно подтверждалось практическими наблюдениями. То есть если люди стремятся делать лучшее, если операции трудоемкие требуют сложных процедур, и вот они в процессе научаются, каждый раз делается быстрее, 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 быстрее. Пока этот эффект не исчезнет. Да, степень. Но у нас же получается, видите, как этот результат 10 умножили на 0,85. Потом предыдущий еще на 0,85. Ну и получается уже вторая, третья, четвертая степень. Вот, то есть мы можем вообще написать соответствие степени, степень, степень и объем. Да, то есть у нас дальше будет 32, 64, 128, 256 и степень. Это нулевая степень, естественно, да. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая степень. Да, понятно, да, Татьяна? Хорошо. Вот, и вот такая формула. То есть на самом деле в учебнике у вас формула выглядит следующим образом, что среднее время, кумулятивное, время равно а умножить на, ну, я не буду х писать, оно какое-то вот, n в степени логарифм скорости разделить на логарифм 2. где а, это время производства первой единицы, а n, это объем производства. объем производства. Вот, вот эта формула. И коэффициент, как бы коэффициент на, там, скорости обучения, он вот он. Так, в задании он часто дается, но иногда не дается. То есть есть задание с этим коэффициентом, а есть и без этого коэффициента. Я сейчас напишу другую формулу, которая прямо исходит из определения, и иногда лучше пользоваться ей. А, в принципе, можно пользоваться ей всегда. Вот. То есть если раньше у нас были, как бы, вот, бухгалтерские калькуляторы на прошлых, и мы, ну, по-другому никак не могли, как с помощью этих подсказок, то сейчас у нас есть из разрешенных бухгалтерских, кстати, нельзя, калькуляторы на экзамен, да, вот из разрешенных такие калькуляторы Casio. Если вы были на прошлых, вот, наших занятиях, я рекомендовал калькуляторы Casio FX, сейчас скажу, какие. 300, какой-то там калькулятор. 350, какой-то, по-моему. Но он такой немножко, ну, как, до экзамена дотянет, наверное, а потом все, сдохнет там батареечку, нужно менять через, достаточно. Потом калькуляторы FX 82ЕС плюс, плюс, и FX 85ЕС плюс. Вот если у вас есть такие калькуляторы, так, вот так вот, да, видно, то, конечно, с такими калькуляторами вот эти вот задачи на скорость обучения, они решаются намного легче, и нужно это делать. Обязательно, если вы идете на экзамен, приобретайте вот такие калькуляторы и разберитесь с ними, разберитесь. У нас, мы проводили буквально вчера занятие в планомерной группе, оказалось, что слушатели, как бы, свой инструмент еще не изучили, не изучили, поэтому обязательно нужно, как бы, с этим поработать. Да, что я предлагаю, какую формулу все-таки использовать, и, мне кажется, ее лучше использовать. Вот, среднее время. Среднее время равно А умножить на скорость обучения в степени логарифм n по основанию 2. Вот так. Ну, вообще-то, эта формула и есть определение скорости обучения. Вот. То есть, эти, сейчас калькуляторы позволяют, как вот прямо вот такую формулу использовать, да, да, я выгружаю на Ютьюбе и выгружаю в записи вебинар. Так. Так. Сейчас я АСУ еще скину ссылочку на вебинар. Да, спасибо, Татьяна, большое, что скинули ссылку. И вот эта формула. Сейчас вообще позволяют работать, как бы, эти калькуляторы прямо с такой формулой, но вы должны помнить следующую вещь, что на самом деле вот такой логарифм n в степени 2 можно разложить, как логарифм десятичный n разделить на логарифм 2. Ну, вот так вот можно это представить. Еще дополнительная формула. Вот. А теперь давайте порешаем, ну, вот просто из головы небольшие задачки. Допустим, допустим, дано дано следующее, что да, логарифмы нужно вспомнить, безусловно. И нужно еще это решать и на калькуляторе. Итак, дано скорость обучения. Скорость обучения, допустим, ну, пусть будет 90, да? Скорость обучения 90%, время на изготовление время на изготовление первой единицы, ну, допустим, у нас какая-нибудь неровная цифра, 15 часов, да? 15 часов. Эффект обучения у нас, ну, пусть будет там на 100 единиц, да? Нас нас интересует время на изготовление ну, допустим, 38 единицы. Время на изготовление 38 единиц. Вот. Как найти? Давайте вот здесь вот вернемся к нашей табличке, которую рисовали. И скажите, пожалуйста, вот когда мы, допустим, с вами делали объем выпуска 2, 2 единицы, вторую единицу мы за сколько часов делали? 7. Да, Сеня, спасибо, совершенно верно. То есть, если первую единицу мы делаем 10 часов, вторую, как бы, обе единицы делаем за 17 часов, то, значит, вторую делаем за 7 часов. Так. Теперь следующий момент. Вот мы выпускаем 4 единицы. И вот здесь вот, ну, вот, из этой таблички мы не можем сказать, за сколько мы сделали четвертую единицу. Но мы можем сказать, за сколько мы сделали третью и четвертую вместе. За сколько? Да. Да. За 11,9 часов. Спасибо. Совершенно верно. За 11,9 часов. Вот. И тут, когда мы смотрим время на изготовление 38 единицы, логика совершенно следующая. Нам нужно найти первое общее время время на изготовление 38 единиц общее время. Второй шаг. Общее время время на изготовление 37 единиц. 37 единиц. Ну и вычесть одно из другого и у нас получится время на 38 единицу. Но в задании могут быть и партии и единицы, поэтому как бы вас это смущать не должно. То есть может быть партия там допустим первая партия столько-то часов, а в партии там столько-то единиц. Итак, время на 38 единицу. Давайте попробуем найдем это время. Общее время на 38 единиц будет равно 38 единиц умножить на среднее время 15 часов умножить на 0,9 в степени логарифм 38 по основанию 2. Так, а три плюсика, что у вас есть подобные калькуляторы, вы их уже купили инженерные, три минуса, если калькуляторов нет. Так, а как вам? Тогда вопрос, как вы готовитесь к экзамену? Если вы собираетесь готовиться к экзамену без калькуляторов, там есть, не надо изучать, надо сразу, потому что, извините меня, за две недели там, если вы не отработаете навыки, вы ничего не успеете, вы должны уже считать и работать. Танаткан. Калькулятор на компе это просто не сдача. Просто не сдача. Потому что вы будете тыкаться в этом калькуляторе на компе, тут, условно говоря, представьте, ну вот, дневная группа у меня, слушатели получили калькуляторы, ну, понятно, мы там темы разбирали, там плюс, минус, равно, вот такие вот пока, да, а тут бах, пошли логарифмы и вот эти вот степени, все, и все сели в лужу. И что вы думаете, что вы там на компьютерном калькуляторе скорость наберете, впервые его увидев. Да, не будьте наивны. Степени. Возведение степени, дисконтирование, вот эти вот все вещи, конечно, нужно вспомнить. Обязательно, ну, обязательно нужно вспомнить, вернее, на калькуляторе отработать возведение память. Вот, чем эти калькуляторы хороши? Мы раньше, я же, помните, на первой встрече, по-моему, показывал, да, да, вот они. А, вот, самый, как бы, недорогой, но он, немножко, время у него меньше, использование. FX 350 ES плюс. Вот, самый недорогой. Мы использовали вообще, как бы, простые калькуляторы, вот такие вот, инженерные, для степеней, чаще всего. Вот, но тогда нужно, можно было, даже вот, в новом формате, приносить вот так, два калькулятора, бухгалтерский, вот такой инженерный. Ну, а сейчас, когда бухгалтерские, вообще запрещены, калькуляторы, вот, и этого недостаточно, он не совсем удобен, потому, постоянно делать на нем расчеты, это 220, 220 FX, самый дешевый, там он стоит, по-моему, 300 рублей, что ли, вот так. Постоянно на нем делать расчеты трудно, ну, потому что он, как бы, и угол, вот, когда падаешь, уже не видно цифр, вот так вот. Нужно постоянно его, вот так держать, и там нет памяти, там только одна память, ну, и ANS, последнее это, последнее вычисление. Здесь, независимых памяти, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, ну, восемь, плюс, M память, девять, ну, плюс память последнего результата. То есть, конечно, нужно работать, и обязательно нужно с ним, а, вот, нужно это купить, если вы готовитесь к экзамену. Почему запретили? Потому что есть список. то есть, не запретили так, что нельзя, да, а есть просто список разрешенных калькуляторов на экзамене. Вот, и туда бухгалтерские калькуляторы, и калькуляторы там, Citizen, и Casio бухгалтерские, просто не входят. вот. Да, общее время. Ну, и, в принципе, мы с вами можем, если у вас есть калькулятор, если нет, открываете калькулятор на компьютере, и то же самое проделываете на своем компьютере. Да, на экзамене тоже есть калькулятор на компьютере, но еще раз хочу сказать, очень неудобно. Очень неудобно. Это вы будете с ним возиться очень долго-долго-долго. Так, а три плюсика у кого есть калькуляторы? Угу. Вижу Луиза. Хорошо. Еще у кого? Так, ну давайте просчитаем, а потом с кнопками 38 на 15 умножить на 0,9 степени, тут же сразу логарифм 2, и 38 набрали. Чем калькулятору удобно, что вы сразу прямо как бы набираете вот это вот выражение, которое записали. 327,9 часов. Общее время на 37 единиц, соответственно, будет 37 умножить на 15 часов, умножить на 0,9 часов, логарифм 2, по основам 37. Вот. И это будет у нас соответственно чем удобно, да, чем удобно, что можно не набирать снова это выражение, оно уже есть, допустим. Мы его просто поправили, удалили 38, написали 37, нажали равно, и он уже подсчитался. Итого 320 ну и 6 часов. Итого время время на 38 единицу равно 327,9 минус 326 и получится 7 и 3 часа. Вот. Вот таким вот образом. В принципе, все это можно сделать, конечно, в одно действие. То есть, не набирать вот это вот два разных действия, да, а сделать в одно. а можно в два, сохранив предыдущий результат просто в память. Потом поправили, положили этот результат и вычли одно из другого. Вот такая вот логика. То есть, ничего страшного нет. Точно такой же результат получается, если использовать формулу, если использовать формулу, которая приводится в учебнике. то есть, мы можем формула в учебнике формула в учебнике мы можем общее время для 37 единиц. Давайте посмотрим, как она выглядит и чем отличается. Вот это сравним. точно так же 37 единиц умножить на среднее время на единицу 15 умножить на 37 логарифм 0,9 разделить на логарифм 2. Но по большому счету это и есть логарифм 0,9 десятых по основанию 2. Мы просто проверим ради интереса. 1,2 1,2 ну вот так же получается 320 0,6 то есть, можно использовать как бы формулу такую. Теперь следующий момент. Иногда бывают задачи, редко, но все же бывают задачи, когда нам нужно найти скорость обучения. нахождение скорости обучения. Вариант 1. Вариант 1. Когда объем кратен вот этим значением 2,4,6,8,16,32 ну допустим давайте для цифр 32 это степень пятая да. Вариант 1. Объем производства объем производства равен 32 единицы. Время на первую на первую единицу допустим 10 часов. Общее время производства общее время производства равно ну допустим 250 часов. Найдите скорость обучения. Скорость обучения. Вот. Каким образом действуем? Ну в принципе вот оно определение у нас. Да это то что дано. Определение что среднее время среднее время равно время для первой единицы умножить на скорость на скорость в степени если у нас 32 единицы в какой скорость степени будет пятый да. Ну и здесь получится скорость равна корень пятой степени из среднее время разделить на А разделить на А Так, ну и что, давайте найдем скорость пятой степени корень степень либо вы должны знать наизусть вот эту расшифровочку степень может быть дана, да. Вот она. Не то, что она дана, степень дана, вы должны знать, что пятая степень соответствует 32 единицам. Даны объем 32 единицы, либо 64, либо 128. Среднее время для производства 250 часов разделить на соответственно 32 единицы, это и будет среднее время, и разделить на 10 часов. И получится прямо в формулу корень. Тут у нас shift пятая степень, уходим, и здесь 250, делим на 32, делим на 10, ну и получится скорость 95 и 2 процента. Вот таким образом. Теперь вопрос в другом. Может ли быть в задаче, что может ли быть в задаче объем производства не кратен двум, то есть допустим все то же самое, вариант 2, вариант 2, объем производства допустим не кратен двум равен 45, объем производства равен 45, единиц, а время первой единицы у нас соответственно равно мы допустим те же 10 часов и общее время производства общее время производства вот этих вот 45 единиц допустим 300 часов. можем ли мы найти скорость обучения сейчас если у нас имеются вот такие калькуляторы то можем то можем как найти опять же формула среднее время равно а то есть время изготовления первой единицы умножить на скорость в степени логарифм объем производства по основанию 2 вот ну или можем переписать это выражение подставить все числа среднее время 300 часов разделить на 45 единиц равно 10 равно скорость логарифм 2 по основанию 45 вернее логарифм 45 по основанию 2 вот так вот ну и здесь будет скорость корень квадратный логарифм 45 по основанию 2 а здесь будет соответственно 300 единиц разделить на 45 и умножить на 10 давайте попробуем я кстати еще не пробовал вот так вот логарифм степень возьмет он или нет надо бы пока берет 2 45 и под корнем 300 разделить на 45 и разделить на 10 92 и 9 скорость обучения 92 и 9 ну работает да хорошо отлично вот вот таким вот образом действуем то есть калькулятор обязательно и нужно с этим разбираться да теперь следующий вопрос который был задан это чувствительность давайте посмотрим следующий момент ну вернее будем использовать задание вот это условие это условие будем использовать и сделаем следующее допустим ставка ставка заработной платы у нас с вами равна 20 долларов в час 20 долларов в час целевая себестоимость целевая себестоимость для производства для производства сколько у нас там 45 единиц пусть будет 45 единиц равна ну ну так сейчас секундочку целевая себестоимость для производства 45 единиц допустим у нас равна ну плюс 18 тысяч долларов какая разница да 18 тысяч долларов это целевая себестоимость фактическая себестоимость ну или расчетная себестоимость так скажем расчетная себестоимость вот при данных условиях расчетная себестоимость при данных условиях должна быть равна семнадцать тысяч долларов вопрос вопрос какова должна быть чувствительность чтобы удовлетворить вернее так какова должна быть скорость обучения чтобы мы попали в целевую себестоимость какова должна быть скорость обучения чтобы мы попали в целевую себестоимость да по сути дела это и есть чувствительность то есть насколько у нас должна измениться скорость обучения чтобы мы приняли этот проект или допустим что такое чувствительность вообще это изменение одного из факторов который мы рассчитываем так для того чтобы предпочти предпочесть другой проект либо ну как бы изменить какое-то наше управленческое решение при изменении этого фактора на какую-то определенную величину наше управленческое решение изменится и пока вот сейчас ой извините я неправильно написал 19 конечно 19 вот так вот то есть сейчас мы с вами рассматриваем некий проект вот у нас даны некие значения объем производства 45 единиц мы посчитали что время 10 часов расчетное время 300 часов для производства 45 единиц приз и ставка оплаты 20 вот а целевая себестоимость у нас 18000 а пока у нас получается только 19 вот мы не будем с вами принимать данный проект потому что целевая себестоимость не достигается но а какова должна быть чувствительность вот в данном случае скорости обучения чтобы мы все же приняли этот проект да каким образом действуем действуем следующим образом первое ищем параметр при котором на при котором наше решение изменится так и сравниваем это с первоначальным параметром и так что нам нужно нам уменьшить задача до уменьшить себестоимость на тысячу долларов а как мы можем уменьшить себестоимость на тысячу долларов это значит нужно сократить время производства время производства 1000 разделить на 20 и получится на 50 часов на 50 часов то есть наша цель мы можем делать 45 единиц за 300 минус 50 250 часов 250 часов вот и теперь мы можем посчитать новую скорость ну или необходимая скорость обучения необходимая скорость обучения корень квадратный из логарифм 45 по основанию 2 ну и здесь у нас соответственно получается 250 разделить на 45 единиц это среднее время и разделить на время на единицу вот она наша формула на калькуляторе кстати просто поменяют 300 на 25 ну вот 300 на 250 и все остальное без изменений и у нас получится со скорость обучения 89 там 85 до процента а у нас там было 82 82 88 ну и чувствительность чувствительность насколько должен быть изменен параметр чтобы мы приняли другое управленческое решение 92 88 минус 89 85 разделить на 92 88 и получится 92 88 92 88 94 94 94 Продолжение следует... 3,3%. Вот это будет чувствительность нашего проекта. Вот. Но и в другую сторону как бы делается точно так же. Условно говоря, если у нас, допустим, чувствительность 89,85, что будет, если она упадет до 92,88? Мы откажемся от проекта. Если она... И она составляет 3,3%. Вот таким вот образом это все рассчитывается. Но чувствительность на самом деле сквозная тема. А может быть мы по ней как-нибудь сделаем отдельно вопросы-ответы, если они появятся. Если появятся вопросы. Потому что чувствительность, она проверяется вообще на разных вещах. Не только на скорости обучения. И в проектах, в расчетах проектов, и просто и в точках безубыточности тоже она есть чувствительность. Вот такая глобальная сквозная тема. Вот что я хотел сегодня пояснить по вопросу скорости обучения. Спасибо большое за вопрос. Да, три плюсика, что вы помните и знаете, где писать вопросы. Хорошо, спасибо большое. Все. И до встречи на следующей неделе. Обязательно заведите тетрадочку с вопросами. И калькуляторы. Разбирайтесь с ними сразу. То есть смотрите. На самом деле я вот что хочу сказать. На самом деле, когда вы решаете задачу, вы ее разбираете и решаете на бумажке. Но на это тратится очень много времени. Вы должны, решили один раз на бумажке, поняли концепцию, ход решения, возьмите калькулятор и не вообще не трогая ручку, просто на калькуляторе посчитайте. Все ходы сделайте и получите тот же результат. Вот таким вот образом это должно быть. В школу не надо вспоминать. Операции с логарифмами в интернете забиваете и все будет в порядке. И сразу же все вспомните. Ну конечно разные, безусловно разные. Разные экзамены, разная техника сдачи экзамена, абсолютно разные навыки тестируются. Вот, поэтому безусловно разные. Раньше был одинаковый во многом. Вот сейчас, сейчас действительно разные. Да, раньше тоже надо было писать, но и ACCE тоже потихоньку переходит к тестовым экзаменам. F7 тоже становится тестовым, раньше он был письменный. Ну вот. Но не знаю, насколько это хорошо. Вот мне все-таки кажется, что должны быть такие ситуационные задания. Сими они, кстати, есть, но просто они на уровне выше есть, на управленческом уровне. Там уже пишутся ответы на ситуационные задания. Вот. Ну вот таким образом. Да, еще раз спасибо вам большое. Хорошего дня. Да, прекрасного настроения. Разбирайтесь, готовьтесь к экзамену. Жду ваши вопросы. И до встречи через неделю. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok